Всем привет, друзья! Совсем скоро Пасха, и я решила приготовить куличи. Это рецепт моей мамы, который уже очень много лет живет в нашей семье, и вот из года в год мама что-то в нем изменяла, пока мы не дошли до вот этого просто идеального рецепта. Кулич, похожий на панеттоне или панеттон, кто как называет. Сливочный, мягкий, нежный, пушистый, сладкий, ароматный, и вот просто для меня вкуснее кулича не бывает. Много лет подряд, после того, как мы продегустировали куличи на Пасху, мама записывала там больше желтков, больше сахара, меньше сметаны или еще что-то. У всех вкусы разные, но вот сейчас мне очень приятно представить вам этот рецепт, возможно, он тоже вам понравится. Обычно мы, конечно, вместе с мамой все готовим, но, надеюсь, в этом году справлюсь одна. Для начала нужно приготовить опару. Из общей массы добавляю немного сахара, немного теплого молока. Молоко должно быть именно теплым, не горячим и не холодным. 60 грамм дрожжей. Мы дома всегда делаем из обычных прессованных, но вы можете брать сухие. Чуть перемешаю дрожжи. И также из общей массы несколько столовых ложек муки. Накрываю все пищевой пленкой или полотенцем и ждем, пока дрожжи начнут действовать. А пока что подготовим сухофрукты. Можно брать просто изюм, можно брать цукаты, у меня изюм и сушеная клюква. Заливаю сухофрукты кипятком, пускай постоят минут 15. Через 15 минут сливаем воду и сушим сухофрукты на полотенце или на салфетке. Дальше нужно отделить белки от желтков. Понадобится или 7 желтков крупных яиц, или 8 желтков мелких яиц. Вот такая красивая пышная опара. Всего за 20 минут. Из больших емкостей у меня только кастрюля. Отправляю сюда всю опару. Оставшееся молоко, сахар. Я добавляю 2 упаковки ванильного сахара, желтки. Когда мы готовим куличи дома, мы обязательно используем натуральные домашние продукты, в том числе домашние яйца. И кулич сам по себе получается такого аппетитного желтенького цвета. Но если у вас, как и у меня, яйца магазинные, предлагаю добавить немножечко куркумы. Буквально четверть чайной ложки. Чуть-чуть куркумы. Но лучше было ее, конечно, развести в молоке. Сюда же пол чайной ложки соли. И 1 килограмм муки. Постепенно просеиваю. Дальше замешиваем руками. Тесто будет липнуть, но по возможности больше муки добавлять не нужно. Рабочую поверхность припыляю мукой. И дальше тесто нужно минут 10 вымешивать. Муки можно добавлять совсем немножко. Тесто сейчас опять начнет липнуть. Но где-то через минут 10 оно станет уже таким более эластичным. И практически не будет липнуть к рукам. Все эти остатки удобно собирать скребком, если есть. Все, это вся мука. Больше добавлять не буду. Иногда во время вымешивания я мою и вытираю руки. Так потом удобнее работать с тестом. Но это по желанию. Получается вот такое тесто, немножко липнущее к рукам. Отправляю его обратно в кастрюлю. И опять же, или неплотно пищевой пленкой, или полотенцем. Духовку я разогрела до 50 градусов. Она немножко постояла открытой, температура спала. И пускай тесто растаивается. Прошел 1 час. Вот как поднялось тесто. Оно такое приятное, ароматное. Но мы сейчас сделаем его еще лучше. Добавляю сюда сметану. В идеале домашнее, у меня жирность 25%. Растительное масло без запаха. Поначалу вымешивать будет сложно, но потом тесто будет становиться более однородным. Сметану с растительным маслом немного вмешали. Теперь сюда мягкое сливочное масло. Высушенные сухофрукты. И для меня вот прям обязательный ингредиент. Цедра лимона. Снимаем только желтую часть, потому что белая горчика. И в принципе не имеет такого аромата. Сюда же цедру. И перемешиваем все до однородности. Кстати, забыла сказать, сливочное масло у меня жирностью 82%. И советую вам брать такое же. Качество масла очень чувствуется в выпечке. Все, тесто вымесило. Опять накрываю пищевой пленкой. И в духовку на расстойку. Еще через час. Вот настолько поднялось тесто. Аромат, конечно, просто волшебный. И буду распределять тесто по формам. У меня есть форма поменьше и побольше. При таком диаметре мне кажется, что высота формы слишком низкая. Поэтому я сюда еще пергаментной бумаги добавлю. Первый готов. В принципе, форму нужно наполнять на треть. Где-то вот так. Потому что тесто очень сильно поднимается. Куличи уже на решетке. Из этой порции у меня получилось вот 4 маленьких кулича. И 3 побольше. Я их накрыла пищевой пленкой. Пускай последний раз всходят. А еще на Пасху мы обязательно варим кисель к куличам. Для начала просто варю обычный компот. У меня смесь замороженных ягод. Здесь вишня, клубника, черника или что-то такое. Отправляю их в воду. В холодной воде растворяю крахмал. У меня кукурузный, но можно брать и картофельный. Само собой, сахар по вкусу. Также добавляю лимон, чтобы цвет красивый остался. И вообще мне нравится кислинка. Подбавляю крахмал. Сразу же помешиваю. После остывания кисель приобретает вот такой красивый цвет. Мне нравится вот такая консистенция. Это примерно 3 столовые ложки крахмала с горкой на кастрюле. За 40 минут куличи опять очень выросли. Духовка у меня разогрета до 180 градусов. Практически на низ ставлю куличи. И пускай выпекается, первые 30 минут духовку лучше вообще не открывать. А температуру уменьшаем до 160. Тут на весь дом уже такие ароматы. Еще несколько минут. И маленькие куличики уже будут готовы. Приступаем. К глазури. Последняя глазурь, которую я пробовала, состояла из сгущенного молока, сухого молока и лимонного сока. Как вы понимаете, это очень вкусно. И в принципе, такую глазурь просто можно есть ложкой и никаких куличей не нужно. Но несмотря на то, что это так вкусно, как-то оно не совсем гармонично подходит куличам. Лично для меня. Вот я спросила у мамы, этот рецепт куличей мы готовим уже 20 лет. И все это время глазурь была одна. Белки, сахарная пудра, лимонный сок. Вот эта глазурь, которая крошится, такая сладкая, хрустящая. Мне кажется, все ее любят с детства. И в этом году мама приготовила куличи и попробовала сделать глазурь на желатине. После этого мои братья, которым по 9 лет, папа и в принципе все, сказали, что все, экспериментов больше не нужно. Самая вкусная глазурь, это вот эта, которая крошится, сладкая, хрустящая, которую потом вот так пальцем можно собирать и доедать. Так что вот я пробовала много глазурей, но буду готовить обычную, классическую, состоящую из белка, сахарной пудры и лимонного сока. Белки в тарелке. Сразу же сюда добавляю лимонный сок. Сахарную пудру. На один белок где-то 200 грамм пудры. Сначала просто перемешаю, а то сейчас вся кухня в пудре будет. Теперь на медленной скорости взбиваем. Глазурь стала белоснежной, значит уже готова. Но здесь консистенцию можете регулировать. Если хотите потеки на пасхе, она должна быть более жидкой. Я еще немножко взобью. Все, глазурь готова. Прошло 30 минут. Большие куличи я прикрыла фольгой, они будут дольше стоять. А маленькие уже хочу проверить. Посмотрим, какие они внутри. Они очень мягенькие, понятное дело. Пускай немножко остынут, тогда можно будет разрезать. Сейчас разрезать нельзя, потому что тесто внутри просто слипнется. Можно наносить глазурь. Вот такая белоснежная, красивая получается. А в качестве украшения я буду использовать сушеные апельсины. Я их делала сама в духовке, очень просто. Тонкими дольками режете апельсины. Температура примерно 70-100 градусов. Сушите 2 часа. Фундук. У меня еще есть вот такие декоративные бусинки. Так будет наряднее. Еще, например, можно добавить палочку корицы и несколько листиков розмарина. Куличик готов. А вот уже и большие куличи тоже достала. Пергаментную бумагу я еще в духовке вытянула. Она очень легко вытаскивается. Это для того, чтобы бока подрумянились. Такие ароматы. Все, мой творческий процесс закончен. В некоторых местах очень много глазури. Но это ничего страшного. Такие вот аппетитные куличики получились. Куличи еще можно вот так оформить в пергаментную бумагу. Прям празднично выглядит. Глазурь еще не совсем застыла, правда. Но мне уже не терпится разрезать его. Какой он пористый. И просто пушиночка. Он нежный, эластичный, пружинистый. И в то же время не сухой. Обязательно с киселем. Возможно, я так обожаю эти куличи, потому что это вкус детства. И, кстати, что еще очень важно. На второй и даже на третий день они намного вкуснее, чем на первый. Они как-то так набираются вкусом. Это не самые сладкие куличи. Здесь не так много сахара. Но, как по мне, то это даже их достоинство. Хочется прям разделить эту вкусность всей семьей. Но, к сожалению, не в этом году. Надеюсь, вам понравился рецепт, друзья. Готовьте с удовольствием. Пока!